Всем привет! Мы не успели выйти, уже все мокрые, настолько жарко на улице, в машине просто вообще дышать нечем. В общем, не похолодало. Это что за погода такая? Мы думали вчера, что похолодает, но нет, вообще нет. Очень жарко дышать. Духота, вот даже не жарко, а прям душно, да? Да, да. Там вот даже многие, кто на даче, люди, дачники говорят, в такую жару мы вообще не выйдем. Только вот либо рано утром, пока нет солнца, либо уже вечером, когда солнце заходит. Ну, им надо поливать. Ну, это вообще просто. Нам все равно нужно сделать дела, потому что хоть и жара, но дела нужно делать. А еще вчера я сказала, что мы едем к бабушке, чтобы забрать одну интересную вещь, и не показала, не рассказала, какую. Почему? Потому что одной части не хватает. И мы сейчас в поисках ее, и когда мы соберем полный комплект, мы вам покажем. Когда запустим этот механизм, да? Да. Кое-каких деталей не хватает, а без этого никак. Без этого просто не будет такого эффекта, понимаете? Вот. И вот сейчас вот мы едем как раз на поиски. Приехали мы в автосервис. Нашли здесь Андрея автоэлектрика. У нас была проблема на Ниве такая. Один вентилятор у нас вообще не работал, один включался как-то, ну, мне кажется, только на первую какую-то скорость. А второй вообще как бы никогда не срабатывал, как капот не откроешь, всегда только один крутится. Смотрел там в интернете, пытался сам сделать. Здесь тоже с одним, с Николаем, кстати, разговаривал. Он авто, он не автоэлектрик, он электронщик. Автоэлектрикой занимается. Ну вот. И он посоветовал все-таки заехать к автоэлектрику. У него как бы уже детально узнать, чтобы самим не искать. Здесь сложная какая-то схема была. Но на самом деле просто пришлось поменять вот такие реле. Смотреть, что с ними стало. Это прям... Это кислилось? Да, как ржавчина, там как будто вода была, что ли. Причем в двух как бы, ну, один более-менее еще был, а вот этот вообще уже ушатанный. И вот так можно было попасть конкретно на перегрев двигателя и на капремонт. И на самом деле надо вовремя это все менять. Один вот такой реле вот такой стоит 700 тенге. Вот два вышли 1400, представляешь? А сколько бы вышло капремонт? Ну, там вышел бы, ну, нормально будет, минимум там 1060-70, это, наверное, 100%. Из-за вот такой мелочи. Просто вовремя можно не проследить этот момент, что как вопс, что-то вентилятор не работает, или температура как-то высоко поднимается. И все, приплыли. Здесь очень хорошие электрончики, электрики, Андрей, Николай. Как бы, ну, в основном я только по этому знаю, про других как бы просто не скажу, потому что, ну, не обращался. Спасибо. Читаю новости, и оказывается, что все аттракционы в парке, кафе и киоски закрыли. Много кого наказали из управления и парком, и городом. Поэтому вот так вот в парке теперь можно будет только гулять и наслаждаться озером, уточками. А там только этот корабль спустили. Там только этот корабль, считай, спустили на воду, да? Плюс форсаж открылся, картик. Да, автодром, да? Еще все лето впереди, и неизвестно теперь, когда разрешат, да? Но я читала, что пока неизвестно вообще, откроют в сезон или нет. Очень много кого наказали, правда. Такая машина классная. Без дверей. Без дверей, без капота. Ничего себе, это почти как кабриолет, да, облегченный вариант. Наверное, от сервиса к сервису пригоняет. Ну, делает, видимо. А себе я поставила такую цель. У меня есть 5000 тенге. И смогу ли я собрать комплект одежды летний. Такой летний лук, да? Да, например, футболку и шорты, может, юбочку. Что-то похожее фотография вот здесь появится. На 5000 тенге в магазинах, в новых. Не в стоках, не в секунде. Посмотрим. Но когда мы в прошлый раз гуляли в Глория Джинс, я кошки себе уже присмотрела. Там была распродажа. Я надеюсь, она продолжается. И, возможно, я все-таки возьму именно этот комплект в Глория Джинс. Все, сделали мы дела по машине. Заехали домой, пообедали, переоделись. Очень жарко, если честно. Просто духота. Ну, чуть-чуть ветерок, поэтому я все-таки сверху одел. Рыбашку. Рыбашку, да. Летнюю. Вот, сейчас мы едем к моей маме. Там надо ее попроведывать. В гости едем. В гости, да. Ну, я не поеду, мне надо там. Да, Рустам дальше поедет уже на дачу. Он меня закинет. На дачу у меня есть кое-какие дела. Я хочу сделать такие круглые деревянные подставки. Ты сегодня будешь делать? Ну, парочку, может, выпилю. Посмотрю, что из этого получится. Ну, все. Едем сейчас с Рустамом. Мы рассуждаем о том, что классно, когда в городе есть водоем. Городской пляж какой-нибудь. Особенно, если это море. Особенно, если он бесплатный, с белым песком. Вот, с горячей кукурузой. Тоже бесплатный. С холодным квасом. Нет, это все можно платно. Ну, чтобы можно было где-нибудь искупаться в такую жару. Сейчас на Федоровке многие пляжи уже, ну, выкупают как бы. Стали частными территориями. Да, ну, все-таки это же бывший, кстати, вот что это бывшее. Разрез какой-то был, да, вот именно что-нибудь, куда прям поплавать, речка, река какая-то, озеро. Я бы хотела море. Не, ну, море это только до Каспийского, если это очень далеко. Хотя бы озеро хорошее, природное. Ну, или Балхаш. Вот как в Щучинске, да? Или Барамон. В Щучинске холодная вода. Ну, холодная, но оно естественное, натуральное, чистое, природное, понимаешь? Или Балхаш. Ну, вот такое. В Параганде не хватает озера. Особенно в такую жару. Поэтому многие на даче отстроят бассейны, души различные. Потому что очень жарко. И с каждым годом ощущение все жарче и жарче. Глобальное потепление рядом уже. Да? Да. Еще этот пух, от которого не скрыться. О, вообще сказка просто. Лето, на ура. Пробки, жара. Пух, нет озера. А, классно вообще. Еще раз там начал практиковать методику. Разминку для пальцев. Разминка для пальцев. Вот эти разные фишки, когда вот так, допустим, потом вот меняешь, вот так. Знаете, ну вот эти приколы сможете, нет? Ну, бывает очень тяжеловато вообще. Или там, когда вот эти два нижних, потом два верхних, ты их меняешь по очереди. Ну, у него очень хорошо получается вот так, например, делать. двумя руками как-то там одновременно. Потому что он, во-первых, изучал фокусы, во-вторых, он йогу практикует. И на йоге вот так вот часто делают. Разминка для гитаристов, для фокусников. А эти упражнения применяют в больницах, по-моему, да, для, чтобы... Хорошо работал. Мозг, да, голова. Особенно для людей в возрасте это практикуется. Да, обычно людям полезно практиковать это. Вот это очень прикольно, когда вот так вот, там, воп, окей, потом меняешь. Но это бывает, запутываются руки. Надо делать вот так одной рукой, а другой рукой вот так. Вот так. Ну, там, да, там, в принципе, каждый может по-своему придумывать, кто как хочет. Можно делать вот так, вот так, вот так. Разные методики. Когда мы разговаривали про пух, да? А еще, когда мы разговаривали про пух, и я вставляла табличку пользы тополя, я не вставила текст о том, что вообще по проекту озеленения Советского Союза Тополя через 15 лет должны были срубить. Во, во, как он промчался. Должны были срубить. Это были временные насуждения на самом деле. Но потом что-то пошло не так. И тополя остались. Да, и проект по озеленению они продолжили выполнять. Планы именно. Хотели посадить на 15 лет, да, чуть-чуть, как бы получается это бы дало свой старт экологии, улучшению, и потом срубить, да? Я тоже вставлю это, где это было написано. Информация. Наверное, после этого планировалось насаждение других растений. Идея. Я хотела показать дачный автобус, останавливаться вот здесь вот. Вот в торгу. Поворот. И вот остановка. 10 или 11, 2 маршрута, да? Да, тут все останавливаются. Такая вот у них установка. Тут очень много пенсионеров ездят на дачу. Ну да. Это же и ходят. А вот здесь вот останавливаются автобусы, когда обратно едут. 11. 11. Поехал на дачу. Вирусику оставил на юго-востоке, а сейчас здесь с мамой решили подвязать помидоры в теплице. Вот тут некоторые уже даже к цвести начали. Вот так подвязали. Ну, думаю, скоро появится уже урожай. Когда примерно, мам, первые помидоры пойдут? В начале июля, наверное, должны уже быть первые слады. Первый урожай помидор. Такие маленькие вообще появляются. Скоро будет уже, значит, урожай. А вот с этой стороны тоже вот оно. Такой запах приятный, помидор стоит. Листья пахнут. Вот уже первый урожай из клубники появился. Только-только начинает. Здесь вот листья винограда. Виноград должен появиться со временем. Какой сорт это, мам? Сорт Изабелла. Листы такие уже большие. Кстати, потом в них же можно долму готовить. Блюдо в виноградном листе. Хочу сейчас чай заварить. И в прошлый раз, кстати, мы с отцом напилили такие прикольные подставки из дерева под чайник. Обычный вот такой вот брусок дерева. Он такой плотненький. Его бы еще, конечно, было бы неплохо обработать, отшлифовать. Но это позже. Зато вот так вот на нее опс поставила. Очень удобно. Еще хотим под каждую кружку напилить. Тоже сделать под каждый стакан, чтобы... Может быть, даже под фрукты. Такие, как тарелочки, сделаем. Вот такой вот черный чай. С ароматом тропических фруктов и сливок сейчас заварим. В чай добавим, кстати, пару листьев смородины. Ну вот так мы провели сегодняшний день. Вероника погостила у мамы. Я побыл чуть-чуть на даче. Поподвязывал там помидоры. Чай позаваривал. Так, погулял чуть-чуть по даче. Помыл машину. Вот. Вероника очень хорошо провела время с мамой. на юго-востоке. Сейчас она готовится ко сну. Я тоже планирую пораньше лишь спать. Почитать книгу перед сном. Вот. Поэтому всем спокойной ночи. Пока.